урока. Ну и, как всегда, в начале некая пауза для того, чтобы понять, насколько интернет работает, насколько есть соединение. Ну, пока ничего не говорится, значит, все хорошо. Значит, можно потихонечку начинать. Тема моего сегодняшнего занятия. Как правило, вот я заметил, что в последнее время, вот каким образом я выбираю себе тему уроков? Что? Тема выбирается очень просто. Я читаю недельную главу и читаю внимательно. И вот в тот момент очень важно поймать момент, когда вот я вдруг заинтересуюсь чем-то, вот словом, предложением, может быть, сюжетом каким-то. Что-то вдруг мне покажется новым. Несмотря на то, что сюжет известен уже, конечно же, да. глава была читана уже много раз. И вдруг я увидел что-то новое. Вот это вот новое меня всегда и начинает заинтересовывать. Я начинаю искать вокруг него какие-то ответы. И вот таким образом возникает тема нашего урока. Так и сейчас. Вот о чем хочется поговорить сегодня. Мы на прошлую неделю мы читали недельную главу Итро. И в эту субботу мы читаем главу Мешпатим. Мешпатим. Естественно, человек привык к тому, что изложение... Помните, как идет изложение. Вот сначала одно событие, потом второе, потом третье. И возникает ощущение, что таким образом хронология складывается. И поскольку глава Мешпатим идет после главы Итро, а в главе Итро уже происходят очень важные события. Мы стоим у горы Синай, мы слышим речения. А в главе Мешпатим начинают излагаться некоторые законы и постановления. И естественно, чисто автоматически у нас складывается такое ощущение, что глава Итро... Сначала мы стояли у горы Синай, потом вот случилось то, что случилось, и мы стали получать некие указания Мешпатим. Потому что в главе Мешпатим, в нашей главе, там достаточно много излагается заповедей. Много. Больше 50 заповедей излагается. По-моему, да. Но на самом-то деле это не так. На самом деле, если мы внимательно будем читать, вот уже появляются люди. Здравствуйте, значит, Саша Борисенко и Саша. Значит, если не слышно или не видно, вы нам как-то сообщите об этом. Просто вот дайте знать, да. Даже из Стамбула. Замечательно. Все. Значит, люди стали появляться. И я снова повторю буквально в двух словах о том, что в эту неделю мы читаем главу Мешпатима, в предыдущую неделю мы читали главу Итро. И поскольку главы так расположены, сначала Итро, а потом Мешпатим, то вот ощущение, что хронология именно таким образом располагает события. Сначала мы стояли у горы Синай, получали некую десять речений и прочее, и прочее. А потом началось вот это вот изложение заповедей. Но если мы наберемся терпения и дочитаем вот эту нашу главу Мешпатим до конца, то мы увидим, что в самом конце, в самом-самом конце этой главы, что написано? Написано, что и взошел Муше на гору, и взошел Муше на гору, и покрыло облако гору, и так далее, и так далее. То есть, именно в конце главы Шофтим в эту неделю мы вдруг узнаем, что взошел Муше на гору. То есть, только вот сейчас нам предстоит услышать эти самые деброд. То есть, получается так, что хронология нарушена. Что сначала у нас во времени идет глава Мешпатим, а потом, по идее, идет глава Итро. Но написано в книге в обратном порядке. Сначала идет глава Итро, а потом уже глава Мешпатим. Естественно, возникает вопрос, почему. Почему? Сначала идет некая общая картина, Итро, а потом начинают возникать некие частности, которые предшествовали этой общей картине. Но они излагаются потом. Вот в этом мне захотелось разобраться. Я уже не знаю, насколько у меня получится в этом разобраться, но, по крайней мере, желание такое у меня появилось. Значит, с чего я начну? Я начну вот с чего. Муше, приходя к фараону, всякий раз говорит, отправь мой народ, и они будут мне служить. Шлахэтами ваавдун. Шлахэтами, пошли мой народ, то есть, это слава Всевышнего, и они мне будут служить. Фараон отправляет нас, должен отправить нас, чтобы мы служили Всевышнему. Что значит служить Всевышнему? Тут четко и ясно. Это значит, на самом деле, жертвоприношение. Служение – это жертвоприношение. И действительно, именно в главе Мишпатим, в нашей главе, если мы внимательно прочитаем, то в главе 24 как раз и написано, что Муше построил жертвенник. Это имеется в виду 24 глава, 4 стих. Он построил жертвенник, встал рано утром, построил жертвенник под горою, поставил там 12 памятных столбов, и 12 юношей вознесли всесожжение и принесли мирные жертвы Всевышнему. То есть, по существу, именно перед самым своим подъемом на гору, Муше выполняет то, что мы должны были сделать. Мы должны были служить Всевышнему, служить у этой горы, горы Хоры, вот эта вот гора, которая вот здесь упоминается, гора Синай. И там это происходит. То есть, есть жертвенник, есть жертвоприношение, а только после этого Муше поднимается на гору. Значит, опять-таки доказательство того, что глава Мишпатим перед главой Итро случается. Записана-то она после, случается перед. Значит, вот здесь момент служения. Вот для чего мы пришли в пустыню. Вот в этот момент все происходит. Ну, а дальнейшее уже за служением. То есть, вот звучат речения, мы это воспринимаем каким-то образом. Так вот у меня вопрос. Что же случилось и произошло у горы Синай? Что там случилось? Когда мы приходим к горе Синай, это у нас глава 19. Глава 19 в самом начале, да? Сказанное. И в третий месяц, по выходу сынов Израиля из земли египетской, в самый день, то есть, имеется в виду в начале месяца, первого Сивана, мы двинулись из Рефидим и пришли в пустыню Синайскую и расположились станом в пустыне. И написано, и расположился там Израиль против горы. И расположился там Израиль против горы. Раша тут же комментирует. Как один человек с одним сердцем. Киишихат балевихат. Один человек, то есть, ну, вот такое единение у нас было. Весь стан был един, как один человек с одним сердцем. Вот почему-то выделены вот эти два момента. Человек и его сердце. Тоже интересно, да? И дальше Муше поднимается на гору на следующий день. Всевышний ему кое-что сообщает. И дальше написано, что и пришел Муше, он спустился с горы, и созвал старейшин народа, всех старейшин, и изложил им все эти слова, которые ему говорил Всевышний. И дальше написано так. Я читаю, значит, 19 глава, 7 стих. И отвечал весь народ вместе, говоря, все, что говорил Господь, исполнен. И отвечал весь народ вместе. Все, что говорил Всевышний, исполнен. Замечательно. Вот это вот, значит, Муше пришел, созвал старейшин. Еще раз повторяю, я нахожусь в главе 19, начиная со стиха 7. Теперь мы переходим к нашей недельной главе. Там есть похожий сюжет. Там есть похожий сюжет. И снова. И пришел Муше. Видимо, рассказывается, по-моему, та же самая история. Вот та же самая история. И пришел Муше. И только тут написано, что он пересказал народу все слова Господни. И все законы. То есть, как бы вот миновали стадию старцев. В первый раз, в первом варианте рассказа, он собирает старца. Рассказывает старцам, а старца рассказывает народу. Во втором варианте того же рассказа. Он приходит. Он собирает народ. И народ, весь народ, в один голос сказал ему, все слова, которые говорил Всевышний, исполним. То есть, народ и в первый раз, и во второй раз говорит одно и то же. Все слова, которые говорил Всевышний, исполним. И в первый раз это сказано. И во второй раз. Только в первый раз это было, они узнали это от старцев. Потому что народ Муше рассказал старцам, а старце народу. Это первое. И народ ответил все как один, написано. Вместе ответили. Здесь Муше рассказывает прямо народу, минуя старцев. И написано, что народ, весь народ ответил в один голос. Там он как один, как одно существо. А здесь написано в один голос. Более высокая стадия единения, в один голос. Ну, отвечая вместе, можно вместе ответить, но это будет в разнобой. А мы все вместе говорим, но это будет в разнобой. А другое дело, когда один в один голос, тогда, конечно же, вместе. Не может быть не вместе. Но вот как-то слитно, хором, одновременно начали и завершили вместе. Одним голосом. Говорим то же самое, выполним. Значит, смотрите, одна и та же история. Преподносится нам дважды. И преподносится нам с некоторыми изменениями. В первый раз это передача через кого-то, через посредников, через старцев. И один тип объединения. И второе непосредственно нам сказано. И мы отвечаем более слитно и более складно. Возвращаясь к тому, что написано в 19 главе, в самом начале, что комментарии Раши. Как один человек с единым сердцем. Как один человек с единым сердцем. Как один человек относится, видимо, к тому, что написано в главе Итро. Когда мы ответили все вместе. С единым сердцем. Это когда мы получили непосредственно от Муше известие и ответили единым голосом. Значит, ответ все вместе – это как один человек. А ответ единым голосом – это как одно сердце. Единый голос – одно сердце. Человек и сердце. Человек для меня – это некое воплощение действия. Действия. Как один сердцем. Мы ответили одновременно, все вместе. А сердце для меня – воплощение наших эмоций. Эмоциональное ощущение. Там находится та часть души, которая называется руах. И он связан именно с нашими эмоциями. То есть, когда мы в один голос отвечаем, голос связан с сердцем. Когда все вместе – это как один человек. Когда единым голосом это связано с нашим сердцем. Это очень важный момент. Почему? Потому что, в конце концов, когда мы встанем у горы Синай, что произойдет? Мы увидим голос. Увидим голос. Что значит мы увидим голос? Если мы сейчас сказали, что из наших вот таких математических раскладок голос – это тире, единый голос – это единое сердце, значит, если мы увидели голоса, значит, мы увидели сердца. А что такое сердца? Сердце – это для меня состояние эмоций, переживания моего. Мы увидели переживания. Переживания друг друга или как? Ну, действительно, а кого еще могли увидеть? Мы там стояли, огромное количество людей. Что мы увидели? Люди – голоса. Мы увидели, как каждый из нас переживает эмоциональное состояние другого человека. Если вы возьмете наше общение ежедневное, что такое понять другого человека? Вот я с кем-то разговариваю, да? Я слушаю, что он мне говорит. Я пытаюсь понять те слова, которые он мне говорит. Хотя понимание слов достаточно различное. Хотя там под одним и тем же словом мы понимаем почти одно и то же, поскольку говорим на одинаковом языке. Ну, хотя бы если слово не такое сложное. Если мы говорим там «я тебя люблю», уже сложнее понять, что человек имел в виду. То есть, чем объемнее вот это понятие, тем сложнее вычленить какое-то одно значение. Но чтобы понять другого человека, на самом деле понять слово – это первый вариант. Помните, как у строителей Вайлонской башни? Он смешал языки, он перепутал смыслы. То есть, они говорили одни и те же слова, но понимали все это по-разному. Тогда они разбежались. Но за этим следует еще эмоциональный фон. Мало того, что ты должен понять смысл слов говорящего, ты должен почувствовать, что с ним происходит. Его эмоциональное состояние. Вот это значит, у горы Синай мы увидели голоса, а мы теперь уже поняли, что вот по нашим раскладкам голос – это есть сердце. Значит, увидеть эмоциональное состояние другого – это и есть наивысшая точка общения. Наивысшая точка общения – это увидеть эмоциональное состояние другого. Это равносильно открытию Всевышнего. Если мы вернемся к нашей главе и начнем там, в самый конец главы, я имею в виду 24 глава, начиная прямо с самого начала, там вот как раз Моше приходит и пересказывает все народу, все, что он у Всевышнего узнал, и народ все единым голосом отвечают – сделаем, да? Что после того, как народ отвечает – исполним, сделаем единым голосом, сердцем? Дальше написано следующее. Моше записывает все эти слова – встал рано утром. Значит, все эти слова он написал, да? И написал Моше все слова Господни, он их написал, он их записал, записал в книгу. Это очень важный момент. Встал рано утром, построил жертвенник, потом юноши и сынов Израиля принесли там жертвы. После того, как принесли все жертвы, Моше разделил кровь жертв пополам, половину он выльет на жертвенник, половину потом выльет на народ, потом он брызнет на народ. После того, как он собрал вот эту самую кровь, он взял написанную книгу, она называется здесь «Книга Завета», он прочитал вслух народу, народ услышал эту книгу, «Слышал», мы знаем, что потом он услышит голоса. Сейчас он услышал книгу. «И сказали они все вместе, все, что говорил Господь, сделаем и поймем». Здесь написано «наасевы нишма» – «сделаем и услышим». Услышим – важное слово, потому что мы эти голоса потом услышим. Но «услышать» в нашем понимании – это понять. Потому что если ты слышишь и не понимаешь, то ты не слышишь. И после этого он окропил вот этой второй частью крови народ, окропил. И дальше начинается подъем на гору. Ведь с того момента, когда мы приходим к этой горе, самое главное – это, на самом деле, оградить народ от горы. Всевышний непрерывно повторяет Муше, «Будь внимателен, скажи им, что вот есть какая-то граница, и чтобы они ближе не подходили». Вот так, там, там стойте. Ближе не восходите. Вплоть до того, что Муше говорит, да нет, нет, они не пойдут. Все понятно. То есть подниматься на гору нельзя. Нельзя. Запрещено. Очень опасно. Мы не готовы к подъему на гору. Не готовы. Замечательно. Здесь что происходит? Оказывается, на гору поднимается не только Муше. Понимаете, что здесь написано? Значит, когда после того, «И взошел Муше и Аарон, его брат, надав Явигу, старшие сыновья, два старших сына Аарона, и семьдесят из старейшин Израиля». То есть целая делегация. Муше, Аарон, надав Явигу, наследники Аарона, и семьдесят старцев. Целая делегация. Они поднимаются все. И что они там видят? Они там видят удивительные вещи. Это вы прочитайте. Значит, я читаю, значит, глава 24, 9 стих. Значит, вот они взошли, и увидели они Бога Израилева. Вот что они увидели. Невероятно. Потому что дальше будет сказано, что тот, кто увидел Бога, жить не может. Он умирает сразу. То есть он не остается уже в живых. Но они здесь остаются в живых. Более того, они поднимаются, и у них там дальше написано, будет даже трапеза, они сели пить и есть. Так и написано. И увидели они Бога, и ели, и пили. Это я читаю одиннадцатый стих. То есть достаточно бытовые вещи делают. И наряду с этими бытовыми, очень заниженными вещами, они видят Бога. Самое высокое и самое низкое сливается воедино. Где самое высокое и самое низкое сливается воедино? Только в Ганедене, в райском саду. Материальное и духовное становятся одним целым. Если ты разделяешь материальное и духовное, то тебя изгоняют из Ганедена, как и было. Первородный грех, он отделил верх от низа, материальное и духовное, и поэтому люди ушли из Ганедена. А наша задача соединить все обратно, чтобы еда, питье и видение Бога были единым целым. Это значит, мы возвращаемся в Ганеден. Значит, получается, что вот эта вот делегация, которая поднялась на гору, она по существу вернулась в Ганеден. Она, эти представители народа исправили первородный грех. Поэтому, видимо, мы смогли получить Тару, потому что мы были подняты на очень высокий духовный уровень. Потом. Сейчас это только делегация. Потом, как мы увидим голоса, тогда мы все туда поднимемся. А пока что мы стоим в отдалении. Мы границу не пересекаем, только вот эти вот посланцы. Значит, на вопрос, что происходит у горы Синай, я могу сказать, там достаточно сложный процесс происходил. Причем, то, что как здесь написано, вот, допустим, одно и то же действие описано разным способом. Сначала рассказал старцам о старце народу, во второй раз сразу народу. Вы знаете, как бы, я могу предполагать, что два действия происходят одновременно. То есть, первый уровень, он рассказывает старце, старце народам, второй уровень, он рассказывает народу. Видимо, все это происходит одновременно. И это меня учит тому, что, вот, когда ты видишь некое действие, пойми одну простую вещь, что оно происходит на разных уровнях. И если ты даже видишь, как бы, один уровень, ты второй, может быть, глазами-то не видишь, но сознание можешь понять, что тут же одновременно происходит это же событие, на абсолютно другом уровне, что Моше рассказывает непосредственно. И в первом варианте мы как один человек отвечаем, то есть, как один человек, а во втором случае, причем это происходит в ту же секунду, мы отвечаем единым голосом, то есть, одним сердцем. Как один человек, первый уровень, и второй, как единое сердце. И вот на этих двух уровнях событие происходит тут же, сразу. Вот такая сложность, такой симбиоз. Таранам разносит эти действия по двум главам, а на самом деле они могли проходить абсолютно одновременно. И дальше происходит записывание книги, возникает текст, что очень и очень важно, возникает текст. Впервые возникает, вот здесь написано, что книга возникает, книга, он записывал это все в книгу, текст возникает. Дальше идет служение, жертвоприношение, а дальше читается эта книга, обязательно, перед тем, как делегация пойдет на гору, будет прочитана эта книга, и таким образом создается способ вообще дальнейшего существования, что будет народ, который будет читать книгу. И когда книга прочитана, тогда избранные народа поднимаются на гору. И избранные народа видят Всевышнего. И после только этого произойдет то, что весь народ будет способен увидеть голоса. То есть, как мы сказали, весь народ сможет увидеть эмоциональные переживания других. Вот высшая точка, вот возвращение в Ганеду. Выше этого, в общем-то, и не бывает. Вот это вот странное событие. Я понимаю, что я излагаю какой-то вот такой сюжет, слегка запутанный, он ведь перепутан местами, но мне очень хочется действительно понять и прочувствовать, что же там происходило с людьми у этой горы. Что была некая последовательность процесса, и она была достаточно сложная. что есть какая-то структура и в народе, более высокие, более низкие, и в географии, гора, которая делится на части, запрет и разрешение, границы, когда границы нарушаются и в структуре народа, и в географии они нарушаются, и в конце концов мы приходим к состоянию видения голосов. Самое высокое состояние видения голосов, и первые два речения, которые были услышаны всеми. Ну, мы об этом уже говорили в предыдущей логике. И вот эта сложнейшая картина, конечно, ее можно привести к чему-то очень простому. Очень простому. То есть, если в конце концов довести до последнего, то я бы сказал так, что самое важное в дальнейшем это текст, который мы читаем, и насколько мы его воспринимаем, этот текст, что текст с одной стороны должен быть нами принят безоговорочно, с другой стороны должен быть нами понят. Мы должны его понять, мы должны его принять в первую очередь, а потом обязательно разобраться, сделаем и поймем, значит, текст, восприятие и осмысление текста, и умение общаться с другим, то есть, понимать его слова и ощущать его эмоции, с тем, чтобы как один человек единым сердцем. Потому что, в конце концов, только наше объединение, только единство народа создает ту самую святость, которая притягивает определенную благодать. Каждый из нас не может этого сделать, мы должны быть единым целым. Вот таким образом создается условие служения Всевышнему. Служение будет, какое-то время наш народ будет служить в храме через жертвоприношение, потом какое-то время он будет служить, изучая книгу. В уши их прочитал текст. И в том и в другом случае сделаем и поймем. Жертвоприношение понять осложнение, но книгу понять можно. Ягу понять можно и нужно. Собственно, то, чем мы с вами сейчас занимаемся. Сейчас как раз вот тот период. То есть, вот здесь было сосредоточено как бы все моменты дальнейшие существования народа, они были как раз здесь записаны и изложены перед тем, как мы встали у горы Сина и перед тем, как мы увидели голоса-эмоции сердца других людей и перед тем, как Муше ушел на гору получать скрижали, Тару и законы. Вот такая вот сложная картина мне вот увиделась на этот раз. Я не знаю, насколько это все внятно прозвучало, но вот очень хотелось с вами поделиться именно вот этими вот сравнениями, ассоциациями. Еще раз повторяю, сравните девятнадцатую главу, начиная там, по-моему, с седьмой строчки, девятнадцатая глава, нет, ну да, девятнадцатая глава седьмой строчки и сравните ее с 24-й главой, с третьей строчки и вы увидите, что там есть совпадения соответственные и различия. И вот, когда вы это будете сравнивать, тоже может быть в вашей голове родится какая-то идея того, что там происходило, что мы получили, как это происходило, что такое служение, что такое текст, что такое одним человеком, одним сердцем, это я использовал только один комментарий Раши, который прокомментировал вот эту вот фразу и расположился там Исраэлью, в единственном числе написано, и поэтому он пишет как один человек в едином сердце. Значит, попробуйте поработать с этим и посмотреть, что из этого получится. Так, ладно, я посмотрю, может быть, есть какие-то вопросы и тогда мы, значит, мы здороваемся, мы здороваемся. Так, здороваемся. Так, так, вопросов нет, вопросов нет, тут здороваемся. Ну, ладно, нет вопросов. Нет, значит, нет. Хорошо, я вам желаю хорошей субботы, шаббат, шалом, ну, и до следующей недели. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.